Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели, предприниматели и те, кто решил встать на этот непростой, но уверяю вас, очень веселый путь. Предприниматели вообще это самая сумасшедшая категория людей в хорошем смысле этого слова. Мы продолжаем цикл эфиров практики, отвечают с лучшими из лучших, the best of the best. Ну, в общем, вы поняли. У нас есть категория эфиров про бизнес, про сервисы, есть про личность. Про бизнес мы делимся инструментами, чтобы вы поняли, может быть, какой инструмент вам нужен, а может быть, какой-то сервис, какая-то услуга. Что есть интересного в бизнесе и как на это смотрят эксперты, которые проверены временем. У нас уже в гостях было много разных крутых компаний и ВКонтакте, и Адмитат, и Клик, и так далее. Можно подписываться на канал, подписываться на подкаст, слушать, все регулярно выходит. Конечно, мы еще говорим и про личность, когда приглашаем разных экспертов, которые прошли путь определенный. Это как прочитать книгу. Человек потратил много лет, набил шишек, ошибок и делится опытом. Это не значит, что нужно перенимать его опыт. Возможно, какой-то момент из его жизни повлияет. Так open-side, ой, не пойду, ой, наоборот, сделаю. В общем, наша задача сделать хоть чуть-чуть жизнь предпринимателя легче в наше непростое время. А у предпринимателя оно будет всегда непростое, потому что это такая жизнь предпринимательская. Ну и, конечно же, жмакаем все колокольчики, чтобы не пропустить интересного. Пишем комментарии в телеграм-канал, подписываемся. Кого бы вы хотели видеть на следующих эфирах или, может быть, какую тему разобрать. Сегодня мы будем разговаривать про людей. Хотя говорят многие сотрудники, работники. Вот сотрудники трудятся вместе, работники, рабы. Много разных историй есть. Но с нашим сегодняшним гостем у нас вчера возникла небольшая дискуссия. Важнее всего люди. А вот цифровые ребята говорят, цифра. Ну, тоже, наверное, этот вопрос сегодня затронем. Но об этом чуть позже. Меня зовут Илья Тимошин. Я президент Союза деловых людей, координатор Совета по цифровой трансформации при Минпромторге, основатель сообщества «Активный предприниматель». Чем же мы занимаемся? Мы помогаем развитию предпринимательства в стране. Что значит развитие? Это помочь предпринимателю найти решение на свой сегодняшний запрос. Вот есть сегодня запрос, его нужно решить. Мы это помогаем. Формируем такой некий консьерж-сервис для предпринимателя. С одной стороны, у вас есть запросы, а с другой стороны, у нас есть решения, которые мы проверяем, что этот эксперт или компания точно круто делают свое дело. Так, если вот у вас есть запрос, наша задача, чтобы подобрать правильное решение, нужно понять суть запроса. Поэтому мы проводим первичное интервью. Обсуждаем детали, потому что я, например, у меня сердце болит, нужен кардиолог. Оказалось, просто позвоночник там нужно поправить, и все нормально. Поэтому важно, чтобы подобрать правильное решение, очень важно пообщаться с вами и понять суть запроса. Поэтому, конечно же, пишите. У нас есть и телеграм-бот, и на почту, и на форуме сайта, по каким направлениям мы работаем. Это и подбор мер поддержки от государства. Их много сейчас. И реально есть те в одежде, которые вам будут полезны. У нас человек, например, обратился, продавал одежду через запрещенную сеть. Вам с мер поддержки на несколько миллионов. О, круто, он даже не знал, что это есть. Расширение каналов сбыта, поиск поставщиков-производителей. Работа с персоналом, в том числе сегодняшний наш гость Юля. Она у нас в команде, которая круто занимается подбором. Мы и для себя. То есть мы как экспертов проверяем. Мы сами пробуем на своей шкуре. Поэтому, с одной стороны, запросы от вас, господа предприниматели. Любые запросы, которые вам сегодня нужно решить. С другой стороны, мы подбираем решения. А решения-то могут быть эксперты, компании, услуги, сервисы. И мы их проверяем и даем рекомендации проверенных решений, которые вы можете применить под конкретный ваш запрос. Поэтому, что хочется сказать. Если есть запросики, пишите. Если у вас есть решения, конечно, тоже пишите. У нас есть некая песочница. Мы это проверяем вас. Как только проверим, тогда мы уже берем в наше поле клуб экспертов SDL. Ну а что? Ну, конечно же, еще немножечко про наших спонсоров. Это MaxMarket, генеральный партнер эфиров. Ну, Marketplace нового типа. Вы можете даже быть с инвестором, можете купить товар. Если закупленные товары не продаются в течение 28 дней, то Marketplace возвращает вам деньги. QR-кодик, ссылка тоже в описании. Сам стал пользователем. Мне это очень интересно. Партнером MaxMarket. Конечно же, это бизнес-мобилизация проекта. Это компания VGRU, IT-интегратор. И проект «Выбирай свое», который курирует наш друг, депутат Сергей Иванович Морозов. Это про технологический суверенитет. Тоже классный проект. Все ссылочки в описании. Переходите, используйте, развивайтесь. Ну что, господа барабанная дорога. Сегодня у нас в гостях Юля Павилова. Юля, привет. Привет, Илья, привет. Сколько заряда у тебя с самого утра. Это очень здорово. Слушай, а я здесь, знаешь, как-то спросил у Саши Кравцова экспедиции. Говорю, Саша, а как ты выдерживаешь в таком ритме? Он говорит, я встаю в 5. А я говорю, во сколько встаешь? Он говорит, ну в 5-5.30. И до ночи. Он говорит, ну у меня в обед сон. И в принципе, как бы день на два делится и прикольно. Вот с утра ты вроде просыпаешься такой. Все спят. И ты прям такой наполняешься и прешь дальше. Ну слушай, давай так немножечко. У нас Юля основатель HR-агентства Level Up. Мы сейчас работаем с Юлей по подбору персонала. Это очень круто. Уже мы рекомендовали нескольким компаниям. Отзывы тоже собираются хорошие. Поэтому если нужно подбор персонала, мы ссылочку в описании все, конечно, сделаем. Ну и еще председатель молодежной палаты Сергеева, Посадского отделения, Союза, Женщина, России. Поэтому по каким вопросам ты вообще сейчас в теме, по каким вопросам к тебе можно обращаться, чтобы люди сразу поняли, там вдруг есть какой-то запрос. Ко мне можно обращаться, конечно, в первую очередь по подбору персонала, по всем вопросам, которые с этим связаны. Сейчас сложность в чем возникает с подбором персонала? То, что разместить вакансию на HeadHunter и просто ждать откликов уже не работает. Такая история. Нужно очень гибко подходить к подбору, именно к самому размещению, к каналам, да, к каналам, по сути, каналам продаж. Сейчас HR становится маркетингом. Очень тесно сплетен, но мы даже используем термин такой, как воронка найма. Есть воронка продаж, а есть воронка найма, по сути, продажа вакансии кандидата в будущем. Вот, с этим вопросом можно, мне нравится, я сама бывший маркетолог, но маркетологи бывшего не бывает, как мы все знаем. Навыки и мышление маркетолога со мной остается, поэтому мне очень помогает в HR именно находить нестандартные пути решения вопросов по размещению, по привлечению кандидатов. Я здесь согласен, потому что мы же сначала сами попробовали вакансию разместить, и что-то как-то тухло все, а потом мы с тобой пообщались, как-то быстро все понеслось, и уже вот там, да, все на выходе. И здесь, наверное, знаешь, вспоминается мультфильм 80-го года Михалкова, как старик корову продавал, да? Да, да. То есть, по факту, люди, может быть, реально у них крутая вакансия, и какие-то плюшки есть, они этого просто даже не видят, да, чтобы предложить, и предложить это правильно еще. Да, почему так происходит? Потому что люди не видят предложения другие на рынке. Они могут быть, у них реально могут быть очень классные условия такие, которые не дают другие работодатели, но они за счет того, что они не осматривают конкурентов, не осматривают другую всю массу этих вакансий, они просто не знают об этом. А рекрутер, естественно, погруженный в это поле, они видят, что происходит, сравнивают, и поэтому могут направлять. Опять же, мы видим, какие вакансии закрываются быстрее, с какими условиями, какие дольше, почему это происходит. Здесь мы можем корректировать условия найма для бизнеса. Это тоже быстро решает вопрос. Бывают даже такие случаи, когда просто текст вакансии меняется, текст вакансии, и все, и все становится нормальным. Еще какой момент интересный есть. В Headhunter, если вот рассматривать, да, самая популярная платформа, в нем есть естественный искусственный интеллект. Он показывает вакансии тем-то искателям, которые максимально релевантно подходят под условия вот этой вакансии. И я сама лично тестировала вот недавно. Опять же, это маркетинговое прошлое мое, да, любовь к анализу. Когда я переписывала текст вакансии и видела, что происходит. Когда, допустим, рекомендованных резюме было 300, мы поменяли текст вакансии, добавили более конкретики таких. Вот есть вода-вода, а есть камни, да, в потоке. И здесь вот таких тоже камней добавили. То есть то, за что искусственному интеллекту можно зацепиться. И сразу вместо 300 рекомендованных резюме стало 690 рекомендованных резюме. Поэтому вот такой первый, ну, не знаю, лайфхак-совет. Возможно, он очевидный, но не все обращают на это внимание. Это очень просто максимально подробно прописывать факты внутри вакансии. Мы же как делаем обычно? Просто копируем у конкурентов, там смотрим что-то, да, какой-то, или старый текст вакансии, заливаем на HeadHunter, и потом удивляемся, что нет откликов. А HeadHunter тем временем тоже, опять же, из исследований, из моих личных, не уверена, что где-то статистику можно на эту сторону найти. Если загружать вакансию 100% оригинальную, есть вот сервис типа Text.ru, проверка оригинальности текста. И вот если писать текст вакансии полностью 100% оригинальной, то просмотров в HeadHunter дают больше. Слушай, прикольно. Ты сейчас говоришь, на самом деле я тоже, когда был таким предпринимателем, который все сам делал, многорукий, многоног, вот, так и делал. Я находил несколько вакансий конкурентов, какие-то цеплял для себя то, что бьется, ну и по факту это, да, полностью копированная история получалась, нигде не проверял. Да, да. Между прочим, я считаю, что текст вакансии – это вообще основное, самое первое, что нужно сделать. Почему? Потому что это первое касание с кандидатом. Вот есть первое касание с клиентом в маркетинге, да, это наше рекламное там объявление какое-то. А здесь то же самое касание с кандидатом первое – это наше резюме, наш текст вакансии. Это уже потом он видит, точнее, даже не текст вакансии, а, знаешь, что, заголовок вакансии. Есть вот можно просто написать… Слушай, если маркетинг брать, это классическое Аиду, да, получается? Это классическое вообще на 100%. Вообще на 100%. Я когда пришла в рекрутинг, я удивилась, насколько это все синхронизировано, насколько эти рабочие инструменты просто переносятся в HR. Это было здорово, прям, классно. Я думала, я ничего не знаю в HR, когда туда приходил, оказывается, я знаю даже больше, чем рядовые HR, потому что у меня есть маркетинговый опыт. Прикольно. Слушай, ну вот круто маркетинговый опыт, а второй все-таки важно, наверное, правильно подобрать того человека, да, потому что у каждой вакансии есть какие-то свои особенности. Должны быть у человека, как это, правильные компетенции, что ли, или черты характера даже, которые подходят. Вот с этой стороной как быть? Ты знаешь, сейчас очень много в последнее время говорится в HR-сообществе, вообще в бизнес-сообществе про софт и хард-скиллы, да, я слышал, это наверняка тоже слушатели наш знают. Софт – это мягкие скиллы, это умение подстраиваться под ситуацию, то, какой вообще мы человек, как мы находим общий язык с другими людьми, насколько мы готовы обучаться, в том числе, это софт. И хард-скиллы – это наши непосредственные навыки и умения, то, что вот нам нужно на работе применять. И тут я соглашусь, что если, например, вакансия какая-то, ну, условно линейная, ну, например, продавец в магазине или даже менеджер по продажам. То есть, скажем, уровень экспертности не должен быть сильно высокий, скажем. Да, здесь может быть хардов, может быть и поменьше, больше софток, главное, чтобы человек запалывал. Продажи – это энергия всегда, да, и без энергии человек не продает, такими бы он супертренинги там не проходил и суперзнания у него по продажам не были. Тут, окей, да, софт-скиллы важнее будут. Но если это генеральный директор, например, компаний или даже руководитель там среднего семинара… Главный бухгалтер какой-то. Да, тут, ну, софты классная тема, но она не основополагающая. То есть, 20 на 80, наверное, будет. Все-таки, опять же, сейчас эксперты возвращаются к тому, что хард-ы важнее софтов. Ну, и софт важен. Хорошо, все в балансе хорошо. Слушай, знаешь, прикольная модель, вспоминается, есть такая модель – это шейп. Да, вот шейп – это когда какой-то, может быть, начальный проект и нужен персонал, человек, который у него вот этих скиллов разбросан, он и понимает, и в бухгалтерии, и в цифре, у него такой горизонталь широкая, а вот эта экспертность хардовая, она такая маленькая. И потому что важно тестировать разные моменты, да, а когда вот нужно, чтобы вертикаль была такая хард, жестко прокачанная уже в систему, в какую-то, бухгалтер, финансист, вот на это внимание обращать в первую очередь. Да, но это же предприниматели в основном такие люди, редко кто в бизнес идет именно по своей экспертизе какой-то. Ну, такое происходит тоже часто, но все-таки предприниматель – человек, который может широко мыслить, у него есть представления о разных областях, которые нужны непосредственно для построения бизнеса, и он потом уже на каждый отдельный участок нанимает профессионалов. Ну, я считаю, что это абсолютно правильный подход. Человеку, который сильнее тебя, компетентнее тебя, который может привнести в компанию больше, чем ты сам знаешь. Вместо того, чтобы сидеть там, не знаю, в бухучет изучать налоговое, налогообложение какое-нибудь, как экономить деньги на налогах, проще, ну, легальной экономике, естественно, да, проще нанять человека, кто уже... Серьезно, серьезно. Есть легальные способы? Конечно. Это шутка. Ты знаешь, здесь я вспомнил историю, когда начинал свой путь предпринимательства, я делал интернет-магазин. И тогда очень хорошо работало SEO, там тексты писать, ключевые слова и так далее. Я вот ночами сидел, изучал через этот SEO-пульт все эти плотности, писал тексты, покупал там ссылки, тратил на ссылки, я не помню, по-моему, там тысяч 30-50, может быть. Потом я нанял специалиста за 15, он мне оптимизировал бюджет, потому что я кучу ссылок не тех покупал, я освободился от времени, у меня время, точнее, появилось, да, дополнительно, и человек все круто делал. Я тогда понял, а нафига я этим вообще занимался-то? Не, ну было здорово, что ты тоже погрузился в контекст, это тоже важный момент какой. Классно нанимать профессионалов, но нужно понимать, как с них спрашивать, чтобы люди просто красиво не пели песни, да, чтобы мы понимали, чтобы мы могли контролировать, вот как предприниматели, наша основная задача – контроль, да, ставить правильные задачи, ввести там в вектор, в вектор направлять и контролировать потом выполнение этих задач. Если совсем быть некомпетентным, ну, надо тогда высокий уровень доверия команде иметь. Если он есть – супер, и если команда там на протяжении длительного времени показывает результат устойчивый, тогда да. А если, ну, это начало, все равно нужно разбираться хоть на минималках, на минималках понимать не нужно. Ну, согласен. Я просто, знаешь, у меня какой, наверное, основной косяк был, когда я вот сам кого-то нанимал. Обычно как там, кого-то ищешь, знакомый, говорит, о, да у меня есть там кто подходит. А как подходит, он не подходит, я понятия не имею, я беру там человека, и прям явно вот, ну, он косячит не потому, что это не его, да, а потому что он, точнее, это не его, не он к сепор, а это просто вакансия не его условно, она не подходит ему. А потом у меня появилась девочка, которая, я там ругаюсь уже там на сотрудника, да, ты индюк. Она раз поговорила, на другое место переместила, и человек раскрылся, думаю, блин, офигеть. И вот, наверное, знаешь, какая вот ошибка, ну, моя как предприниматель в том, что я часто беру, может быть, и хороших людей, но не туда, куда нужно они приходят, понимаешь. И здесь, наверное, вот эта экспертность потеряна, что, а как понять вот на эту вакансию, какой человек нужен, потому что предприниматель, он же влюхчивый, я посмотрел человека, да он хороший же, он же классный, а нужно же подбирать, кроме классный, да, еще чтобы он подходил, встроился в эту штуку. И вот здесь я до сих пор не понимаю, как правильно подбирать, поэтому я, например, я обращаюсь к профессионалам, потому что, когда мне подбирают, у меня все точно подходит, человек на своем месте, все работает, да, я понял, что вот взять все-таки лучше это делегировать. Вопрос. Ошибки, вот это самонаймы, когда предприниматель все-таки решил, что, ну, я сэкономлю там, условно, не буду платить, а сам найму. Ключевые. Да, ключевой момент какой? Предприниматели как нанимают? Максимально быстро. Предприниматели – это люди результаты, это люди не процессы, да, им нужно быстро прийти, быстро вопрос решить, головную боль снять, дальше бежать. И, как правило, предприниматели, ну, я так, может, грубо это будет звучать, засыкают дыру там у себя в компании. Вот есть человек, которому мне сейчас срочно нужен продажник, срочно. Вот я себе ставлю дедлайн, мы как предприниматели все очень любим дедлайны себе ставить дедлайн, до конца недели поставить себе мопа. Все, чтобы он уже начал продавать, например. А что это значит? Это значит, я возьму первого, но более-менее похожего на того человека, кто мне подойдет. Минимал, знаешь, такой на минималках, такой наим на минималках. Вот, и так это обычно происходит, потому что предпринимателю, ну, тупо некогда этим заниматься. Плюс нет компетенции в HR. Я считаю, вот искренне мое мнение, когда я в HR прошла, я поняла, что каждому предпринимателю нужен HR. HR – это второй человек, который должен вообще в компании появиться. Первый – это сам предприниматель, второй – это HR, тот, который будет собирать команду. Вот мы вчера с тобой начали обсуждать эту тему, да, что не бывает бизнеса без людей. Таким бы он ни был большим, маленьким стартапом, что главное в бизнесе – это вопрос кто, а не что. Кто будет он играть, кто будет мозгоштормить. Именно от людей это зависит, все равно успех бизнеса или нет. Можно быть суперкрутой, там, не знаю, стартапом IT, получить гранты от государства и там развиваться на инвесторские деньги. А дальше как лебедь, рак и щука, да, получается. Ну, да, и просто эти деньги никуда уйдут, потому что люди, не будет тех людей, кто захочет, что вот эта идея загорится и сделает. Слушай, ну это круто, потому что на самом деле, знаешь, я же много интервью провожу, и вот когда приглашаем экспертов, ну, предпринимателей, уже говорим про опыт, там, в чем основная проблема, и везде всегда эта команда, вот прям всегда. Как только собирается нормальная команда, все сразу летит, вообще моментально. Да, да, и это вот ключевая история. До 15, вот тоже, опять же, на области, да, сколько мы работаем с компаниями, обычно люди до 15 сотрудников, если у них в компании, там предприниматель нанимается. Иногда бизнес-ассистент, что еще хуже, как правило, бывает. Вот, а если бы они сразу стали бы, HR себе наняли бы в первую очередь, конечно, было бы намного быстрее и продуктивнее, ну, и веселее. А до 15, потому что бизнес только начинается, потому что жалко, там, 50 тысяч рублей, например, за наим заплатить или рекрутера нанять, или HR нанять. Ну, хочется на этом сэкономить, но это не та история, это не экономия, это реальные вот инвестиции в бизнес. Это реальные инвестиции. Слушай, здесь даже просто, опять же, с личного опыта, там, да, прокомментирую, потому что, когда ты берешь не того человека, как минимум, ты тратишь время, чтобы его научить, он должен выполнять функции, которые должны приносить результаты, они не приносят результаты, ты бегаешь, нервничаешь, ругаешься, дебилы все кругом, я молодец, я Д'Артаньян, вот, в итоге ты тратишь время на обучение, тратишь время на зарплату, результат не достигнут, ты все равно теряешь, по факту, больше. Это точно. Я тебе больше даже скажу, я сама, вот, как предприниматель, я для себя сама не нанимаю персонала, казалось бы, у меня есть рекрутки, я сама заказываю себе, вот, например, ассистентов в другом агентстве. Девушка, которая у меня когда-то была ассистентом много лет назад, она сейчас обучает девчонок, и она подбирает тоже. И для меня вот выгоднее ей отдать, не тратить свое время, свое внимание, потому что я сделаю это быстро. Я, как и любой предприниматель, захочу моментально решить проблему, то есть возьму первый стопор, по факту, несмотря на свои компетенции в HR. Слушай, круто, знаешь, например, я умею там собирать сайты, но я тоже плачу кому-то, чтобы эти работы делали, потому что, ну, во-первых, мое время будет стоить даже дороже, если этим буду заниматься, я другое что-то поделаю. Интересно, слушай, тогда ладно, вопрос такого характера. Вот все-таки сидит человек и говорит, ну, круто, все равно я пока не оценил, что я хочу кого-то нанимать. Ну, просто для меня вообще предприниматель – это который… Мы всегда покупаем людей, да, то есть и время, что-то время. Здесь либо ты берешь в штат кого-то, либо ты на аутсорсе кого-то берешь. Либо ты это хорошо делаешь сам, или учишься хорошо делать сам. Но в любом случае это всегда баланс времени и денег, да, то есть вот это вопрос. Я готов потратить время и деньги научиться, или я это время и деньги у кого-то покупаю, или я время у кого-то за деньги покупаю. Ну, посмотрит, слушает, человек говорит, не, я вот все-таки сам решил начать. С чего начинается вообще найм персонала? Какие, может быть, ключевые этапы вообще здесь ты рекомендуешь, если человек решил сам все-таки попробовать? Я сейчас на твой вопрос отвечу, я только такую маленькую ремарку, потому что ты сказал про время и деньги. Я считаю, что на самом деле самый недооцененный ресурс предпринимателя – это внимание. Его внимание, то, о чем он думает, и то, на что его фокус внимания направлен. Потому что, если, допустим, даже сам предприниматель… Ну, раз мы про найм говорим… Ну, слушай, ты пошла к букве гораздо в смысле. Это прикольно, потому что, по факту, если мы говорим в целом про сегодняшний мир, то задача вообще всех ресурсов – завладеть нашим вниманием. Да, да. Потому что даже если ты, например, пришел на… Мероприятие, а у тебя провал там кладовщика нет, и ты думаешь, да блин, там сейчас… Да, да, да. Ты номинально на мероприятии находишься, там, да, на совете директоров, условно, где там годовой бюджет, например, разрешается. А по факту ты думаешь о том, как тебе менеджер по продаже должен найти. Вот внимание – самый ключевой ресурс, не время даже, и даже не деньги, внимание предпринимателя, потому что именно мысли предпринимателя создают его бизнес, создают вообще вот, ну, и будущее его тоже в том числе. По поводу найма. Вопрос ты задал, с чего начать? А если самостоятельно запускать, да, найм? Во-первых, это реально описать целевую аудиторию. Все как, опять же, в маркетинге. Описать человека, который нам нужен. Тот условно-идеальный портрет того человека, вот кто реально пришел бы и решил бы вопрос. Вот встал бы на эту позицию и все само полетело бы. То есть по факту нужно как минимум разложить эту должность на компетенции и уровень экспертности. Да, да. Обычно, опять же, как происходит? Мы сначала размещаем объявления, а потом, ну, кто-то придет, из них мы кого-то выберем. А если мы не понимаем, кого мы хотим видеть, кто реально эти задачи будет решать, ну, бизнес – это серьезная тема, да, нужно серьезно к этому всему подходить, особенно к нам персонал, вот, то мы, соответственно, и найдем, и мы найдем кого, ну, кое-кого. Не того, кого надо, а кое-кого. Как это, как-то первое… Без ТЗ результат – ХЗ. Да, 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 на самом деле, да. Тут и самому себе надо уметь ставить, если самостоятельно нанимать, самому себе нужно ставить ТЗ, на самом деле. Значит, первое – писать профиль кандидатов. Подробнее, чем его видеть. Пускай он будет идеализированный, пускай тот, кого мы найдем, будет там на 80% к этому приближен, но он хотя бы будет на 80% уже тот человек, которого мы хотим видеть, а не просто какой-то непонятный человек из мечты, которую мы даже не можем описать. Это первая история. Вторая – написать продающий текст вакансии. Продающий текст вакансии – это что? Обычно в вакансии работодатели очень любят себя хвалить, говорить «мы такие, мы сякие, мы такие распрекрасные, очень много требований к кандидату, вот столько вот, и вот столько вот условий труда хороших». Поэтому нужно правильно написать сбалансированный такой текст вакансии, в котором будет написано и о заслугах, естественно, компании, потому что мы все хотим работать в компании. Мы никто не хочет работать у лузеров, да, все хотят развиваться в классной компании, в корпорации, с миссией, с идеей какой-то, чтобы заряженным на работу ходить. Не просто на работу, а за идею запутать еще в том числе работу. Поэтому обязательно нужно об этом написать в самом начале, первый абзац, написать позитивную причину, почему мы открыли подбор. Вот всегда мы в резюме эту историю используем. Ну, типа расширение, да, а не сотрудник мудак. Расширение, да, да, вот это вот, что мы там, допустим, даже мы ошибались, понимали, что неправильный там профиль был кандидата, а теперь мы все поняли, вот в связи с этим мы ищем того, кто нам нужен. Конечно, идеально, когда расширение, захват новых рынков, там, рост, получили новые субсидии, короче, ну, вливания какие-то, что там соединились в какой-то другой компании. Если есть позитивная причина, всегда лучший отклик. Почему? Потому что человек думает, ищет нового сотрудника, значит, старый ушел, значит, какая-то там была темная история. Типа, если человек развелся, вероятно, он был не очень хорошим, по-моему, мужем или женой. Но причины могут быть разные всегда. Поэтому нужно описывать позитивную причину открытки вакансии. Далее, мы обязательно писем, ну, требования кандидата, что предстоит делать, и это нужно написать максимально реально. Не просто там струсоустойчивость, ну, какие-то, знаешь, вот эти клише, которые прям качуют из вакансии в вакансии, одни и те же, когда копировать, ставить. А реально написать, вот как будет выглядеть рабочий день сотрудник условно. Что он, допустим, вместо этого менеджера по продажам, он будет приходить, у него будут входящие заявки или исходящие звонки. Это будет база готовая, там, теплая база или холодная база. Общение в мессенджерах, например, письменная переписка, письменные продажи. Или по телефону. Короче, нужно максимально подробно. А, ну, слушай, здесь, да, получается, даже в чем история, что вот, ну, я просто по своим ребятам смотрю, у меня есть девочка, которой, ей тяжело общаться, но она переписывается очень круто. А вот пообщаться, да, слово в коммуникации. Да. Потому что, ну, не все с холодной базой могут работать, если менеджер, опять же, брать. Не все звонить могут кому-то, кто-то, да, гениальный переписчик просто. Вот он идеально продаст переписки, но совсем ничего не продаст в звонке. И человек, когда оценивает вакансию, естественно, оценивает свои возможности, интересно ему это или неинтересно. В общем, задача вакансии – создать максимально подробный образ той работы, которой предстоит заниматься. Плюс нужно написать, вот часто, знаешь, в вакансии пишут, допустим, оклад 20 тысяч рублей, плюс KPI, плюс процента. А KPI из чего состоит? Сколько денег я заработал? Вот, да, обязательно нужно написать среднемесячный доход успешного сотрудника. Вот я прям такую формулировку пишу все время. Там среднемесячный доход успешного менеджера по продажам составляет 170 тысяч рублей. Человек понимает, что ага, классно. И, допустим, вот опять же, по менеджерам, мы пошли, среднемесячный – это 170, то есть это средняя погода, да, среднемесячная. А в успешные месяца, там, высокий сезон продаж – 350, вот там максимум продаж у нас 350 тысяч рублей. Человек понимает, что он придет, естественно, будет сначала базу нарабатывать, но что реально люди есть, прецедент, когда люди зарабатывают по 350. Значит, ну и я смогу. Если человек первый в космос полетел, то и другие за ним полетят уже. Ну и как мотивация будет, куда расти там и так далее. Да, да, и еще такой очень важный момент – описать, есть ли обучение, есть ли наставничество, есть ли погружение вот в работу. Ну, типа, не как раньше, там, на лодке в середину озера завезли, кинули плависан, да? Да, 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 и такая история не работает уже, не работает. Нужно, ну, сейчас предприниматели стали уже вот в сторону бизнеса, поворачиваться, потому что нужно людей все-таки адаптировать и нормально вводить в должность, а не просто кидать. Редко кто может реально выплатить, потом больше будет утонуть. Ну, то есть, это, опять же, время на найм потратиться, внимание потратиться, деньги на найм потратиться, ни к чему это хорошему не приводит. Лучше сразу устраивать систему. И еще очень важный момент какой. Как будет рабочее место оборудовано? Казалось бы, да, ну, об этом разве думают? Думают об этом. Если это удаленка, например, будут ли программы подключены? Насколько должен быть, насколько комп должен тянуть? Ну, то есть, да, комп, свой, не свой тоже, может быть, человека нет своего, может быть, ребенок там занимается два часа в день. Да, 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 да. Что нужно, например, абсолютная тишина, потому что там звонки будут в зуме. Или можно вообще на кухню все работать, или в метро ездить, не знаю, курьером работать, еще параллельно вопросы какие-то по этой работе решать. В общем, вот это важный тот момент. И самое ключевое, последнее. Обязательно нужно go to exit, тоже, опять же, из маркетинга. Что нужно человеку сделать? Мы пишем так. Понравилось вакансии, или там увидел, что тебе подходит, откликнись и напиши сопроводительное письмо. Или заполни анкету. Ну, в общем, вот это то действие, которое кандидата нужно... Что мы от него ждем? Это нужно озвучить и, соответственно, написать в самом конце вакансию. Слушай, ну круто, знаешь почему? Потому что я, например, вспоминаю, когда я искал по HeadHunter работу, и там, например, есть просто откликнуться, и кликаешь все подряд. То есть сильно не влекаешься, а где нужно ответить, такой, ага, уже так надо подумать, о чем там это. Да, 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 да. И самое интересное, что очень много же такого встречается. Ну, допустим, вот последний, один из последних кейсов, когда на исполнительного директора на удаленку открытился полторы тысячи кандидатов в HeadHunter, только на одном полторы тысячи воронка. И там, естественно, ну вот реально все подряд, просто все подряд. Но есть такой авторазбор в HeadHunter, раз уж мы говорим про HeadHunter, не говорим, но самый популярный, да, самый простой, самый понятный для всех. Кстати, есть сейчас поддержка у Ани там с Суперджопом, а HeadHunter, по-моему, тоже есть. Мы добавим ссылочку, есть такой проект бизнес-маркет, это проект правительства Москвы, там скидка 25%, это гос-проект. И есть сейчас меры поддержки от мой бизнес и Суперджопа за один рубль, по-моему, вакансия. Вот тоже ссылочку добавим, можно будет посмотреть. Да, супер. И вот если HeadHunter, значит, что к ней дальше действия? Вот начинать с отклики. Можно настроить авторазбор, там есть такая кнопочка прям в откликах. Да, если пришло резюме, что он кладовщик на исполнительного директора, он нам не подходит. Да, но там можно отсеять, например, по возрасту, как минимум, если у нас молодая команда, средний возраст там 25 лет, то мы будем себе так и текать. Соответственно, если там выше 31, мы будем отсекать уже. В общем, хотя бы даже по этому параметру уже воронка станет поуже. Вот, и дальше там, когда ручная идет уже обработка, рекомендую прям в следующем кандидатом звонить к кандидату, спрашивать какие-то критически важные моменты. Например, если мы менеджера в офис набираем, то мы спрашиваем, сколько времени работа до офиса занимает. Потому что люди, как правило, опять же, особенно менеджеры по продажам, ну, то есть такие сотрудники, вакансии, на которые легко прийти. Стать менеджером по продажам просто, если ты умеешь там разговаривать и продавать, если у тебя был опыт какой-то, да, это очень легко устроиться на такую работу. Но не через нас. У нас строгий отбор. Через нас не так просто устроиться. Вот. И звонить, и какие-то критически важные моменты, вопросы задавать сразу на телефонном звонке. Если телефонный звонок устроил результат телефонного звонка, тогда переводить в Zoom. Даже если в офлайн-компании. Даже если вы привыкли, что вы всех только в офлайне собеседуете, делать в Zoom. Но не лишнее время сэкономишь через Zoom, получается. Это очень сильно сэкономить время. Очень сильно. Особенно в те моменты, когда человек не выходит на собеседование. Или если у вас есть, знаешь, пропускной режим, когда нужно пропуск заказать. Это когда целая история человека прийти на собеседование, это прям полдня надо потратить, чтобы человек дошел в корпорацию. Большая такая история была. Поэтому прошел видеоинтервью и дальше уже там, ну, надо смотреть по воронке. У кого-то есть тестовые задания, например, делают. У кого-то там это уже следующий этап. Следующий этап уже можно приглашать в офис. Опять же, для того, чтобы максимально сэкономить внимание вышестоящего руководства. Чтобы не таскать к ним всех подряд. Слушай, согласен. Прямо очень крутая маркетинговая воронка, на самом деле, то же самое, как с ледами, когда леды есть холодные, и теплые, и уровень у всех разный, ты просто отсеиваешь то, что тебе в принципе не нужно, и доводишь как раз вот по воронке. Слушай, огонь прикольный маркетинг. Он как ни в принципе связывается маркетинг, обучение. Всегда уже вот так, да. Какое-то время маркетинг в тренде был, потом обучение. А сейчас это как-то вот соединилось в одно, и это прикольно. Да, да. Я думаю, что сейчас вот это прям направление HR-маркетинга будет развиваться активно, но сейчас уже, это знаешь, это я вот, ну, вошла в эту историю, я такая свой опыт привнесла, я такая думаю, прикольно, это вот моя разработка, мое ноу-хау. Я вчера вот стала гуглить как раз HR-маркетинг. Конечно, это существует уже, не я одна такая умная, кто до этого догадался. И есть прям направление, есть даже уже книги по HR-маркетингу. И я думаю, что это будет прям развиваться, потому что если маркетинг, это привлечение и удержание клиентов, то HR-маркетинг, это привлечение и удержание сотрудников. То же самое, нам тоже нужно продать вакансию, продать... Ну и здесь знаешь, даже вот вчера, когда общались, да, вот у нас обратился там ресторан один с подбором вакансии, а поскольку Юля у нас в команде, кстати, если у вас есть запросы на персонал, мы разместим вот QR-кодик и ссылочка, можете оставлять у нас как раз в нашей команде, Юля, эксперт по персоналу. В чем смысл? Обратился ресторан, север, хорошие условия, жилье, а нет сотрудников. Вот. И по факту, вот как ты говоришь, да, вчера общались на эту тему, что модель нужно менять, нужно реально делать маркетинг по вакансии, говорить, что там... И понимать, кто это должны, кто аудитория должна быть, что это ребята, которые... Новички, которые хотят для взлета. И ресторан должен оценивать свои силы, реально, ну что не поедет туда человек, который хочет в Москве в мишленовском ресторане работать. Он будет в другой форме искать. А стать площадкой, где ты наберешься навыков, и тебе дадут и проживание, и там обучение, и деньги, там все остальное. Вот это круто, то есть тебе по факту... И рекомендация, ключевой момент, и рекомендация, то есть ты сможешь устроиться, потом еще там в лучший ресторан и гражданоложных курорт. Здесь сама компания уже будет понимать, что сотрудник держится в среднем где-то полгода, но желающий есть, то есть такая модель тоже. Ну всегда будет хватать сотрудников, и не нужно будет искать, потому что люди хотят пройти эту школу, чтобы пройти дальше, условно. Прикольная модель, а так постоянно в поиске, и никто долго не держится, и все в иллюзиях, да, в этих, и регулярно приходится дырки застыкать. Вот это прикольная штука, да, мне очень понравился подход такой, что HR-маркетинг, и менять иногда нужно смысл самой компании к подходу, да, к сотрудникам, к работе. Да, да, да. Еще знаешь, какой важный момент? Нам, предпринимателям, важно не забывать, что сейчас вот с каждого утюга легкий доход, быстрые деньги, легко заработать, деньги в благости, там, вот это вот все, расслабляйся, в общем, и зарабатывай. И, естественно, это слышат все, это прям транслируется максимально прям, ну, на всю страну, на нашу. И люди думают, что я буду работать за 2,5 тысячи, да я достоин больше, условно. Хотя по факту, это же иллюзия, даже многие не могут реального, реальной пользы принести на 2,5 тысячи рублей в месяц. Когда предприниматели и работники начнут понимать, что деньги платят клиент, деньги платят в бизнес, приходят через клиентов, через работу каждого сотрудника, а не просто какой-то дядечка-руководитель платит нам сверху зарплату, там, на карту перечисляет каждый день, что мы каждый человек, вклад в благополучие компании, ну, тогда вот начнет реально что-то меняться, что мы каждый создаем уборщики, там, менеджеры по продажам, бухгалтерия, у каждого есть там ценно-конечный продукт, который потом в реале влияет на наш успех как компанию. Знаешь, вспомнился история, когда храм строили, да, одного спрашивают, ты что делаешь, он говорит, я кирпичи таскаю, у другого он говорит, а я храм строю, а у третьего, а я вообще Богу служу, то есть, да, вот это кирпичи таскать, да, что мы вместе строим, там, служим. Да, и это же тоже, эта история такая про идеологию, каждый конкретно внутри компании, это тоже элемент HR-бренда, если люди знают, зачем они ходят на работу, это я читала книгу, книгу или где-то в интервью, его на маске было, он говорит, я очень расстраиваюсь, люди в субботу стали реже приходить на работу, ну, типа, суббота это вообще не рабочий день, но они настолько были заряжены идеей, там, человеческий способ, там, на Марс переселить, что они сами приходили, и он говорит, я понимаю, значит, я просел вот где-то по идеологии, то есть, когда люди сами перестали, он такой, да, для него это маячок, вот это интересный момент, потому что можно... Слушай, круто, мне даже какая мысль пришла, надо тебе сделать какую-то штуку, поработать день у тебя, когда просто, я недавно у нас была в гостях девушка, она делает мерч, и она делает ивенты, где собирает, в том числе, и клиентов, и приглашает людей, и она поставила там станок, попробуй сделать мерч-кепки, да, и вот человек руками делает, думает, нифига себе, а это же не так просто, как я думал, она такая, а мне там, говорит, что там прилепил, это, то, все легко, а человек сам, когда руками попробовал, говорит, слушай, так легко, я теперь понимаю, за что вы деньги берете, я вот думаю, что сделать какую-то услугу, день вечера агентства, человек попробуй, сам себе вакансию напиши, вот эту процедуру проделай, да, под твоим там условно, или под твоим сотрудникам, которые скажут там, вот делай это, делай это, он денек посидит, попишет, поразмещает, скажет, не-не-не-не, делайте лучше вы, это оказывается трудоемкая история. Да, да, это трудоемкая история, согласна, согласна. Слушай, ну, давай какое-нибудь наставление, пожелание тем, кто будет смотреть наш сегодняшний эфир или слушать. Слушай, ну, я такой себе наставник, мне кажется, я просто человек, который любит свою работу, любит свое дело, наставление какое, чтобы узнать, зачем каждый из нас делает свою работу. Я вот, например, считаю, что у меня супермиссия, я помогаю стране, там, предпринимателям страны более эффективно работать. И, соответственно, страна, там, бюджет выполняется налогами, и все люди в стране живут лучше за счет того, что я работаю. Я для себя такую историю, такую игру придумала, я в нее играю, мне это очень помогает каждый день хорошо выполнять свою работу. И какое пожелание, но знать, зачем, знать, зачем вы все эти делаете, все, каждый на своем месте, зачем он нужен, к чему это потом в дальнейшем ведет, к благости для всех, ну, к радости или к чему-то плохому. Вот. Круто, круто, да, согласен. Здесь, наверное, важно, да, ну, во-первых, спасибо тебе огромное, друзья, пишем еще раз в комментариях, кому нужны вакансии, есть вопросы, ну, мы пожелаем, конечно, роста команде, пусть вся страна процветает в наше непростое время благодаря таким людям, как ты в том числе. Хочется сказать, классный вопрос был, очень тонкий, сказала Юля уже в завершении, что зачем, да, то есть очень важно на четыре вопроса себе отвечать, кто я, я кто, я вот предприниматель, я-то созидатель, не знаю, я кто, я владелец интернет-магазина, владелец кафе, и зачем я это делаю, смысл моей деятельности, вот, а у нас дальше идут вопросы, что делать и как делать, когда вы на первые два отвечаете, что делать и как делать, это про действия инструмента, они будут меняться, вы будете всегда понимать, что и как, важно понимать, кто я и зачем я это делаю, а люди часто отвечают на последние два вопроса, что делать, как делать, а на первые два теряются, поэтому куча многих интересных проектов и все это расфокусировали, поэтому круто ты сказала, что, а зачем, когда вы ответите на вопрос, зачем, регулярно будет отвечать, всегда вы будете находить, что делать и как делать, Ну и, конечно, в любом случае нужно, чтобы ваша деятельность приносила вам удовольствие и деньги как благодарность за вашу деятельность, как аплодисменты, что вы делаете свою работу качественно. Ведь любой бизнес, предприниматель – это продолжение его самого, это продолжение его сути, его смыслов, его энергии в материальном мире через услуги, через продукты, которые мы делаем для других людей. Вот что, друзья, подписываемся на наш канал, пишем комментарии, всегда рады, скоро новые эфиры. До встречи на нашем канале. Юля, пока-пока. Спасибо. Пока-пока.